Я считаю, надо влог снимать, паравлог снимать, паравлог, да? Да, ура, ребята, мы же на вокзале, куда же мы едем? Мы едем, куда? В Канишскую Нельзя, что на голову машет. Как выйти отсюда? Я девочкам провожу экскурс. Тут мой был первый подсог у ребят. Прикиньте? Очень красиво. До сих пор. Это мой новый день, мой новый влог. Новое доброе утро. Сейчас мы идем завтракать с вами. Я вам покажу, как проходят мои дни. Сегодня учеба была утром, на которую я не пошла. Я уже на учебе, тут, правда, никого нет. Но свой вольбик присутствует. О, это на Яну похоже. Яна! Яна! А может, это не Яна? Ты мне набрала? Вот это новость. Вот, типа, вот такой вот стилус, ля-ля-ля. И вот тут, получается, я смотрю, провод нарисован. Я такая, подождите. Что, реально? Да, и, короче, в итоге, говорю, нет, мне нужен нормальный второй. Он начал мне говорить, он не подходит, я говорю, в смысле, у меня полу по знакомых пользуется. Короче, в итоге он такой, говорит... Ой, я перепуталась. Давай, unpacking. А, он уже распакован, там уже стекло. Я целый день забыла вообще что-то записывать, но мы сейчас идём на ночной сеанс. Вот, на вот этот, кстати, фильм. Всё несёт, да вообще мёд, вообще мёд. Не, вот ногти новые, смотрите, красненькие. Что-то хотела рассказать, уже забыла. А, потому что я никогда в жизни... Я наступила на попкорнку. Потому что я никогда в жизни не была на ночном сеансе в кинотеатре. Смотрите, тут как классно. Он... Я никогда ещё не была на последнем рейду. Никогда она не была ночью. Сейчас только у тебя откушу. 27. Моё любимое число. Нет, у меня 27 любимое число. Давай хотя бы до этого. Включи песню с днём рождения. Включаю песню с днём рождения, только не Ирину Аллегрову. Включаю Ирина Аллегрова, песня с днём рождения. Громкость 9. Тошка, у тебя днём рождения сегодня, прикинь. Антон, у тебя днём рождения. Ты вообще, ты сейчас упадёшь от новостей. Я тебе, я тебе вот обещаю. Сегодня у моего любимого мальчика день рождения. Ты представляешь? Нет, ну ты не представляешь. Сегодня 28 апреля. У Антона день рождения. Я уже перемыла всю посуду. Сделала себе масочку. Сейчас делаю себе чай. Я сегодня прям не хотела готовить завтрак. Заказала йогурт, блины, сок апельсиновый. И Антон захотел сырники. Тут два сырника внутри. И кажется, что это очень мало. Но они, во-первых, огромные. Во-вторых, у них внутри начинка с малиной. И они очень-очень сытные. Сейчас где-то, ну, примерно часов 9-10. Вот, мы проснулись. Сейчас позавтракаем, соберёмся. Меня, кстати, тут очень давно не было. И я, по-моему, не рассказывала. Но я недавно сдавала анализы. Делала гастроскопию. И всё-всё-всё. Короче, у меня обнаружили гастрит. Что ещё самое интересное. У меня организм на алкоголь реагирует таким образом, что он его тоже не переваривает. Ну, вот так вот, да. Я ждала своего 18-летия. И в итоге у меня гастрит. Мне нельзя большое количество чего кушать. Типа жареное, там что-то тяжёлое. И нельзя вообще пить. И так далее, и тому подобное. И у меня очень много запретов на еду. Ну и, соответственно, я сегодня такой, знаете. На ПП, на ЗОЖ. Я накрасилась идиоткой. Когда мебель в эту квартиру покупали, я хотела себе. Моя мечта. Такое зеркало в пол. Чтобы смотреть луки. Подходит для одежды. И что-то вот просто... И что хотела. Знаете, вообще сюда пришло? А, пакет взять. Ну, что-то не сбылось. Просто что-то не сбылось. Пошли. С днём рождения! И я, и я, и я. Поздравляем тебя. Ну, вот мой лучок. Чесночок на шашлыки. Нормально? Ну, подходит. Довольно-таки, да, такой. Неофициальный стиль. Не хочу. Антон, я выкидываю вот это? М? М? Надо сто раз повторить. Что? Ничего. Свет, не хочешь выключить? И дверь открыть? Понятно. Антон, тебе нравится мой лук на шашлыке? Скажи. Хорошо? Или я? Ну ладно, подпивайся. Да ну ладно. Нет, ну, нарядно? Слишком нарядно? Прикольно. Спасибо, да, ура. Где-то эта сумка пригодилась. Сколько там килограммов вы посчитали? 20 килограммов. 20 килограммов там. Тож, тебе как? Не так. Ха-ха-ха. Иди, давай. Ха-ха-ха. Бронибой! Ра-ра-ра. Ха-ха-ха. Он так держит. Антон, посмотрел, как у него руки. Ха-ха-ха. Как в мультфере. Ха-ха-ха. это она по 2007 мы идем на море все рюкзаки в пиве колоночка полотенчики не взяли не поместились вот идем устали мы пришли на пейнбол вася на вася вешай выше тебе дам чтобы не потягалось мы пьем виски тут у нас оружие боевое мы бля гангстеры ой главное чтобы организаторов не было не очень в доме лежат на поле там вещи лежат мне контент для влога собирает мы идем вон туда вот на цепочки нормально у них разве кучу чисто там вот автомат просто цепочки там был мой самый любимый аттракцион детстве эти правда говорю хочется простого человеческого знаете вот ну лечь спать например я всем тихо друзья друзья если проанализировать каждый мой влог в каждом влоге я сдаю сессию какая-то бесконечная сессия мы их вот мы пришли после пар я их попросила помолчать мы пришли после пар дорисовывать живопись потому что завтра у нас просмотр по живописи а в понедельник у нас 8 утра зачет по боже потом у нас 8 45 зачет поведению специальность и потом на последней паре в 11 20 у нас зачет по пескультуре друзья кто проболел весь семестр все короче рисуем мы позже до было только я это будем на просмотр мотор я и к по живописи я не знала продолжать ли вообще показывать то как я сдаю сессию потому что но это объективно мучение знаете сдаем уже сегодня получается мы черчение и компьютерную графику по компьютерной графике я сделала стилизацию фотографий я вот сюда вот вставлю я делала их течение полугода семестра учебного то есть это с января вот вчера получается я села как бы уже ну потому что нам их надо распечатать типографии я значит открыла корол дро и я просто смотрю на то что есть или завала с января и я понимаю что это просто жесть я как будто ногами это все делала я короче вот учебы вернулась где-то в час и вот с часа дня где-то часов до 6 я полностью переделывала то что я должна была сделать за полгода значит следующий момент я села зачерчение в 7 часов вечера 7 часов вечера сейчас тут пол второго ночи что я сделала ну как я много сделал но с тем что должно получиться в итоге это пока еще ну так кричишь все наверстываю все наверстываю как всегда ну даже сейчас мои одногруппники пишут в наш чат все равно не присылают сообщения все равно я понимаю что я не одна такая что я пока что делаю вот такой вот я делаю я в общем буду держать вас в курсе событий потому что ну силы конечно они кончаются и вот сейчас где-то через полтора часа часа в три ночи у меня будет полный упадок сил я кстати очень болят косточки потому что я же пишу и косточки сжимаются и представьте когда они сжаты 7 часов вечера почти до двух часов ночи вот не хотела я это говорить но я реально не могу я думаю нет все таки надо лечь спать все было бы хорошо уже пофиг на вот эти костяшки я спины не чувствую поэтому я щас лягу спать вообще вот знаете вопрос а зачем мне эта пятерка давайте вот подумаем пятерка чтобы что знаете вот если так цель поставила зачем она мне так давайте не будем об этом думать дальше ответа тут нет я посплю два часа короче вот я после того как проснусь у меня будет два с половиной часа я думаю что за эти два с половиной часа не успею доброе утро ну как такое знаете короче я поспала два часа даже меньше у меня в голове это были когда я проснулась было ощущение что я все проспала и подумала уже оставаться в кровать никогда не идти ну когда я вспомнила что у меня еще вообще ничего не сделано я все равно встала я вот тут кстати пока уже почти доделала алфавит ко мне пришел такой инсайд что очень важно иметь хороших друзей в своем окружении потому что знаете вот почему вот меня поднялась кровати в 4 утра мысль какая подниму меня я думаю блин лика сделала и алиса сделала а маша уже вообще сдала у нее пятерка а я чё хуже нет и вот так устала 6 37 утра я все сделала я все разложила по файликам вот вообще мне надо через 15 минут выходить выходить я посмотрите все 7 утра мне срочно это выбегать я вам сейчас быстренько покажу что я делала всю ночь потому что у нас эти папки заберут я не знаю увижу ли я ее еще раз надо было еще каждую каждый лист подписать но я это сделала вообще далеко не на всех потому что у меня тупо опять же времени мне хватило это по моему последний лист который мне подписан а нет вот этот еще все тут я уже перестала подписывать но это я все сделала конечно не за одну ночь я пару там работы 5 наверное сделала или 6 за сегодняшнюю ночь и вчерашний вечер вот это последний лист все такая папка у меня получилось вот здесь вот надо еще много чего вот видите здесь надо много еще чего дочертить я не знаю когда это будет делать может нам дадут там чуть-чуть времени я уже приехала домой десять сорок сейчас время десять сорок утра все я сдала я сдала и стилизации на пятерку эти чертежи я сдала на пятерку сегодня ну как или завтра ночью моя задача сделать сиду сид как объяснишь что это за предмет короче презентация с каким-то продуктом мне нужно вот у меня уже там половина готова так половина это занятие по процентов 30 вот и перспектива перспектива это вот такие вот задания сюда вставлю короче надо начертить у меня есть только одно с тремя точками здания чертила все перспективы сид мы сегодня делаем я ставлю будильник часов на 6 вечера я хочу прям выспаться чувствовать себя здоровой пол третьего дня я проснулась я в итоге поспала 4 часа хотела каши до вечера ну так решил мой организм я уже не могу уснуть я себе грею пиццу и сейчас буду это что я не знаю ну вот завтрак был у меня на пол третьего вот у меня обед собственно я уже спать просыпаюсь и мне лика пишет у тебя три по педагогике просто находилась сдавать анатомию экзамен но на этот зачет экзамен у меня автомат вот и она видимо узнала то что по педагогике еще потому что я щас получаю второе образование это педагог там же короче не за каким боком у меня вообще вышло три потому что в том семестре у меня все было на 5 и мне поставили 5 за сессию тут знаете так вылиза троечка мне очень интересно потому что за всю жизнь у меня никогда не было троек вообще в сессии вообще в промежуточной вот тут добрый вечер доброе утро но я сразу старости позвонила на мне сказал что ничего страшного там она всем тройки выставила потому что ни у кого оценок нет потому что она никого не спрашивала потому что никто ничего не приносил никакие задания чтобы понимали там здание были из разряда сделайте доклад конечно когда у тебя когда ты сидишь всю ночь чертишь а потом надо еще нести какой-то доклад ну знаете особо времени нету вот в 7 утра ты так опаздываешь еще и сидеть доклад печатать там время 6 вечера я сделала перспективу из двух точек вот самое что интересно у меня просто болят ноги потому что я никак не двигаюсь я сижу так мне пришли продукты я очень люблю как курьеры доставляю еще так завязано что-то просто ничем не развяжу оцениваем мой лучок опа на выборы отличница едет короче вчера за вечер я либо часа в два или в час ночи наверное но зато я успела помыть волосы я успела сделать все свои там масочки все такое потому что вот ну я где-то неделю не делала нормально вот по-человечески за собой поухаживать я не могла просто короче я сделала презентацию но я не наделала до работы по перспективе чею начала надо такая вот мне яна помогает докрашивать вот мое здание вот это тут одна . это у нас день-ночь двумя точками схода я вчера делала мало а вот это сегодня всем привет это наша староста рассказываю вам про свою пересдачу ребята это очень круто мне надо сделать брайан бук мне надо сделать комикс по английскому что мне еще вроде все кстати ну и перспективу конечно сегодня был за счет по перспективе но объективно не 5 ну да ну на полке вот обратим внимание вообще досвидос куда они выпали короче из-за вот этой работы мне хотели поставить 4 а у нас дифференцированный зачет что такое дифференцированный зачет это зачет экзамен с оценкой соответственно если это дифференцированный зачет с оценкой значит эта оценка идет в на данный момент в моем аттестате нет ни одной четверки я иду на красный аттестат хотелось бы на черный конечно она говорит 4 чё добрый вечер добрым людям всем бобра нет нет я вот кому делала реально объективно есть способности правда есть и конечно эта работа не на 5 и мне из-за нее снизили четверку я говорю нет не надо мне 4 ставить я вам переделаю ноги поцелуй короче я сегодня переделаю вот эту работу еще вот внимание на потолок вот этот вот такая знаете некая прямоугольная трапеция выводится и наблюдается ну вот реально вот дурочка как можно так было потом я просто закрасила маркером вот почему у меня кадр как будто вообще не меня столько одежды меняется иногда я выношу мусор вот и иду с яной пить кофе за цепи меня она позвала на кофе знаете хочется просто свежим воздухом подышать пройтись на самом деле мы сейчас в за цепи кофе и мы взяли какой-то ландо фисташка пломбир я никогда такой не пробовала и мы хотим с яной одновременно попробовать и сказать вкусно ли это ну соленая как будто бы да не мне очень жалко что они это не сезонное меню это постоянно я такую музыку себе в влоге ставлю чтобы она без авторских правил это я стою в буфете вот написано буфет сегодня последний учебный день моем втором втором курсе мы все зачли я вот как пришла после зачета я просто села и начала делать бренд-бук ребята ребята я делала это целый день это мед все расходимся осталось только написать комикс по английскому и все завтра я отдыхаю я завтра записалась на маникюр на педикюру потому что мой маникюр ну уже просто всем пока я считаю заслужила до заслуженной иду ошибка 38 я не могу выгрузить свой бренд-бук а первое число мы идем она будет рассказывать про нашу практику ребята у нас будет практика взлетая так потихонечку знаете мое утро начинается именно так потому что у нас началась практика и как только нам сказали что мы будем рисовать иллюстрации книгам я сразу вспомнила аню ломакину точнее как дело в том что когда мне было лет 12 я ее обожала и первая мысль о том что я хочу ipad я хочу вообще рисовать было как раз таки от нее сам факт что вот этот диджитал дизайн диджитал отрисовки деталей иллюстрации графический вообще дизайн именно любовь к нему у меня передалась от а не а суть нашего задания в том чтобы нарисовать книгу 3 иллюстрации из любимой книги детской до 12 плюс ну знаете я так посидела дома по рисовала вечерком на променад позвали мне но я думаю что все я дурочка не согласится и платьишка у меня есть правильно все все я вышла вот вот сейчас кувшим ну все мед твоя роковая ошибка да я не хотел рассказать я хотела рассказать что что золотое яблоко расширилась краснодаре ребята знаете что мы опять бомжи не опять основа ребята что я нашла ой что я нашла во первых сухой шампунь да ну да но ничего нового скраб для тела смотрите он с армузом арбуза мне тоже мне тоже он понравился но мне не хватило поэтому я закажу я приехала к родителям чтобы в спокойной обстановке порисовать свои иллюстрации чтобы немножко отдохнуть отсюда города потому что нам дан очень короткий срок даже меньше двух недель у нас как бы практика разделена на две части то есть у нас месяц в общей сумме она идет первые две недели иллюстрации и вторые две недели месяца у нас какое-то будет другое задание которое еще не сказали мне нужно было очень быстро все сделать все успеть я понимала что я буду много отвлекаться в городе поэтому я нашел короче последний раз я в детстве все пошла вдоха видишь что ради тебя настя делает залезла на дерево и теперь успеха не упади а то придется антону больницу и носить передачу а гляньте какие ой ягодки симпатично так помолчи просто тебя снимаю потом вырежешь смотри на меня улыбаемся мастер ты мне привезешь конечно антоша привезу полезло просто внимание с размерчиков это вишня это черешня это я собирала вот 10 килограмм 5 черешни я в коневскую ребята ну кого-то бы пушистая ну как будто бы пушистая отвечаю смотрите смотрите кто сам но он по-прежнему ряду красиво но мы едем дальше тит говорит там даже речка ну это вообще-то медятина вы посмотрите ладно все мы едем к речке это что а что это за зверь череп корова а почему он здесь конкретно висит вопрос можно не знаю давай выйдем спросим корова не 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 я выходить не планирую отсюда а и и и